Сейчас быстренько разберем сведение, думаю, начнем сразу же с автотюна. Просто самый стандартный тюнинг. Вообще, в идеале, как нужно делать? Ты заходишь в графический мод, нажимаешь pitch, нажимаешь пробел, он записывается, после этого ты нажимаешь авто, и у тебя как бы автотюн сам руками, скажем так, тюнит. Это прям вообще охуенно. Ну, если что, ты потом просто поправляешь. Типа, в видосе я делать этого не стал, ну, потому что это видос. То есть я тут объясняю, как это надо делать. То есть если бы этот трек шел на релиз, то понятное дело, что через графику, через руками я бы это тюнил. Потом идет компрессор. Он приближает, и всякие пики он устраняет. Нет. Вообще, без компрессора, ну, начального можно обойтись, если делать монтаж голоса. То есть ты вручную, опять же, все самые громкие пики подрезаешь, тихие моменты ты делаешь громче, но так как мы в FL-ке, это, ну, не особо удобно, хотя можно сделать вот такую штучку. То есть ты делаешь автоматизацию громкости. Ну, в 21-й это легче, в 20-й это как плохо сделано. И, допустим, громкий момент ты берешь и просто вот подрезаешь его, скажем так. Ну, это прям грубо и формально показано. Дальше эквалайзер. Ну, вообще прям по стандарту. То есть убрали низа. Сейчас, наверное, даже покажу. Ну, то есть самый мусор ты именно катом срезаешь, потому что могут проблемы с фазой возникнуть, и, ну, все-таки не стоит полезный сигнал именно катом срезать. Полезный сигнал срезается белами, и, ну, можно динамика, можно нет. Тысячу вырезал, потому что на роуд записывали, и, ну, это, в принципе, всегда с роудом такое. Потом сатурация. Первые краски в нашем голосе добавились, немножко поджались, стало ярче, стало ближе, то есть как надо. Потом дейсер. Самые верхние эски мы подрезали, чтобы они, ну, не особо слух резали, только самые верхние. То есть все сибилианты мы полностью не убиваем. По поводу дейсера очень важно выбрать под тип голоса. То есть если ты шепелявый, то от фафильтра тебе дейсер не подойдет вообще. От Waves он подходит более низким голосам. Есть вообще универсальный, это от Waves именно сибилиант. Он прям вообще, ну, всегда хорошо заходит, но, как мне кажется, он, ну, не совсем до конца их убирает. Но, опять же, дело вкуса и эксперимента. Потом хорус, что очень важно. Во-первых, он дает широты, и вот этот вот эффект плавающий, то, что сейчас он часто где используется, и... Ну, это прикольно, короче, это надо юзать. Потом компрессор. Опять же, больше приблизил, как-то динамику прибрал, и голос стал более лучше звучать. Так, потом пошел спиф. Так как тут плохо записано, тут всякие причмокивания и подобное присутствуют, поэтому спифом прям самые верха там убрал, чтобы убрать вот это вот неприятно, скажем так, чистка голоса. Его можно было вообще в самый верх закинуть, но мне нравится после компрессора его использовать. Можно это сделать через изотоп, но, ну, мне нравится просто спифом. Эквалайзер. Просто по-самому стандартному, то есть... Ну, так как это сведение прям новых челов, то можно делать вообще какую угодно эквализацию, то есть сейчас очень часто присутствует прям гиперболизированный какой-то верх, верх, когда он прям чуть ли не шипящий, чуть ли уши не режет. Поэтому если ты сверху переборщишь, то, ну, это ничего страшного. То есть сейчас, скажем так, модно. Потом еще один дейсер. Это дейсер, ну, прям еще больше усаживают голос-микс. То есть, ну, дейсер — это тот же компрессор, понятное дело, тот же компрессор. Но вот именно с этим лучше всего как-то усаживаются. Ну, по крайней мере, в этом проекте. Мне так показалось. Так, потом у нас идут сенды по пространству. Потом дилей на 1-8. Ну, такой, типа, не совсем слэп. Ну, небольшой широты он добавляет, то есть на дуал-режиме. И бейкс-дилей с дакингом. Прикольно использовать дилей с разными величинами, то есть 1-8, 1-4. Это дает большего какого-то объема. Особенно, когда один пинг-понг и другой, допустим, дуал или обычный просто. Так, потом... Дальше у нас идет параллельная обработка. Первый — это компрессор. Можно заменить на силатуа, но только не от waves. Это позволяет нам удерживать вокал на одной громкости на протяжении всего микса. То есть хорошо компрессирует. То есть он плавный, медленный и вот прям уравновешенный. То есть дает держание голоса в миксе. Потом с дисторшен идет. Опять же, ближе голос становится, поджимает и более яркий. Микс прям минимальный, там 6%. С помощью 76-го мы дали такой рваности, больше голосу. То есть он стал еще ближе и более такой энергичный, более накачанный. По обработкам на L-шине. Вообще, тут должны были быть бэки и даблы, но я решил типа не делать их именно сейчас. То есть это не слишком важно. То есть там обработки ничем абсолютно не отличаются. Я в прошлых видосах показывал, как сводить даблы, как сводить бэки и подобное. Там прям трудному ничего нет. Всегда люблю кидать какой-то компрессор вначале. Это то, что еще как-то больше подкачивает. Еще не подкачивал, поджимает. Можно AirVox обычно использовать там, ну, чтобы он там жал на 3 дБ каких-нибудь. Но тут я просто вот цешку скопировал с основного просета и чуть-чуть убрал threshold. Потом Sibelians, опять же на шину. Sibelians очень важно использовать. Да вообще, в принципе, все дейсеры по необходимости. То есть если ты кинешь дейсер по гайду, но у тебя голос будет, ну, без эсок. Ну, допустим, вот так получилось, что вот прям хорошо записано, эсок нету, да? Ну, точнее, не хорошо записано, а вот такой вот вокалист попался. И ты кинешь дейсер, у тебя голос будет просто вот такой вот. Ну, это не совсем хорошо. Ну, и просто Q3, там я убрал весь мусор разный и все. По биту. Сайдчейн с узом. Интересная вещь. То есть через FL-ку сайдчейн кидаешь сюда. И обязательно онлимит ставишь для голоса. Ну, и про дабблер, про дабблер. Это был просто самый обычный дабблер. По мастерингу. Обычный компрессор, собирающий, поджимает. Ну, мастеринг вообще прям супер-супер простой. Ним особо не запарился. Эксайтер. Мы восстановили транзиенты. И сус. Потому что убрал некоторые частоты, которые резали уши. Ну, и лимитер, в принципе. Пресет из видоса можно найти в Telegram-канале. Там, в принципе, все биты, сведения и все подобное. Субтитры сделал DimaTorzok